чем у команды из Украины. Вторая чешская сборная команда. Различные музыкальные ритмы соединены в композиции, которые сопровождают поступления девушек. Это может быть разная музыка, но обязательно она должна быть 160 ударов в минуту. Это самый быстрый темп из всех трёх номинаций фитнес-аэробики. Девочки очень эмоционально двигаются, но есть некие погрешности в синхронности движений. Вот посмотрите, несколько раз они делают махи немного несинхронно. Я думаю, что это будет похоже, чем выступала первая чешская команда. Но тем не менее композиция достаточно разнообразная. То есть посмотрите, какое идёт взаимодействие. То есть достаточно сложно, когда две спортсменки выполняют одно упражнение, а другая часть команды выполняет другое. Но при этом должно быть ощущение команды. Они должны обязательно взаимодействовать и быть как одно единое целое. Даже дышать одинаково, как вы мне рассказывали. Да, то есть это является очень важной частью, потому что обязательно тогда не получится синхронного выполнения. А здесь это как бы часть программы является одной из наиболее серьёзных. Но при этом важна и лёгкость выполнения, и осанка важна, и важно, насколько сложны координационные движениями руками. Здоровый внешний вид, как говорится, в правилах. А вот скажите, пожалуйста, то, что девушки, на мой взгляд, несколько излишним весом обладают в этой команде, это какое-то влияние оказывает? Вы понимаете, оцениваем мы, насколько девушки выносливы, насколько они могут справиться с композицией, почему этот вид является таким достаточно доступным, потому что им могут заниматься абсолютно все. Если девушка подготовлена физически, то это даёт возможность ей выступать. Здесь не нужно идеальных форм, таких как в художественной гимнастике. Сейчас посмотрим, каковы результаты у этой команды. Но я думаю, что это будет немного хуже, чем у первой чешской. Посмотрите, вот есть... Да, да, вот на самом деле так и оказалось. То есть эта команда на момент сейчас идёт на втором месте.